Как только очередной раунд будет созываться, будет объявлен, надо всех известных оппозиционеров всей группировки пригласить. Кто приедет, тот пускай приезжает. Насколько важно иметь единую делегацию от оппозиции, это решать оппозиционерам по большому счету. Мы, конечно, предпочли бы, чтобы именно так произошло, и чтобы у правительства был один переговорный партнер. Но не видим никакой беды и в том, что их может быть несколько. Если те, кто приехал 27 января в Москву для брифинга о том, как прошла встреча по сирийскому регулированию в Астане, решат объединиться, мы это будем только приветствовать. Но добавлю также, что есть еще новый участник политического процесса. Это группа, представляющая отряды вооруженной оппозиции, которые выступали единой делегацией в Астане. И общим является мнение о том, что необходимо подключить эту группу к политическому процессу. Тем более, что они уже начали в предварительном плане обсуждать с делегацией правительства некоторые вопросы. Понятно, что диалог в самом начале, но рассчитываем, что проект Конституции, который был распространен в Астане, и затем представителям политической оппозиции, будет стимулировать стремление самих сирийцев искать общеприемлемые подходы. Мы исходим из того, что никто извне договоренности навязать не может, но, учитывая глубокий тупик, в котором находится процесс, начатый когда-то под эгидой ООН, у нас нет сомнений в необходимости внести какой-то практический элемент во все эти усилия, чтобы стимулировать мыслительный процесс. Ну и не только мыслительный процесс, но и конкретные переговоры. Что касается возможных форм сотрудничества с Соединенными Штатами по борьбе с ИГИЛ, а это, как я уже сказал, является главным приоритетом России и США на международной арене, это было подтверждено со всей очевидностью в ходе телефонного разговора двух президентов 28 января, то я здесь вижу практически неограниченные возможности при наличии политической воли и при готовности наших военных эту политическую волю воплощать в конкретные договоренности и в конкретные действия. Вы знаете, что сейчас в Сирии работает группа наших воздушно-космических сил вместе с сирийской армией, с сирийскими военно-воздушными силами, вместе с другими иностранными отрядами, которые были приглашены сирийским правительством, имея в виду в том числе и Хизбалу, и иранских коллег, они борются против терроризма вместе с Дамаском, вместе с российскими ВКС. Также в Сирии работает коалиция, которую возглавляют Соединенные Штаты, и которая, в отличие от нас и иранцев, не была приглашена сирийским правительством, хотя сирийское правительство на этапе, когда эти вопросы обсуждались, заявило о том, что будет готово принимать нынешнюю ситуацию при наличии двух условий. Если все действительно будут бороться с ИГИЛ и Джабхат Ан-Нусрой, и второе, если возглавляемая американцами коалиция, будет координировать свои действия с воздушно-космическими силами России. Эта координация пока, к нашему сожалению, ограничена лишь договоренностями о предотвращении непреднамеренных инцидентов, так называемый деконфликтинг. Но, как вы знаете, в течение всего прошлого года шли переговоры с участием внешнеполитических ведомств, Министерства обороны России и США, которые завершили с согласованием документа о реальной военной координации действий против ИГИЛа Джабхат Ан-Нусрой, включая создание постоянного механизма, так называемого совместного исполнительного центра, в рамках которого согласовывались бы и разведданные, и цели, по которым необходимо наносить удары для того, чтобы подавить ИГИЛовцев и Нусровцев на сирийской территории. В самый последний момент, когда уже все эти договоренности были заключены, американская администрация господина Обамы не нашла в себе силы поставить задачи борьбы с терроризмом выше своих русофобских намерений. Это, к сожалению, факт, который уже состоялся. Но сегодня, я не знаю, можно ли реанимировать, вот в том самом виде, в котором это было согласовано, совместный исполнительный центр для борьбы с ИГИЛом Джабхат Ан-Нусрой, но то, что сегодня есть возможности для деидеологизированного, профессионального разговора между военными России и США, разговора, который был бы нацелен на выработку конкретных военных мер по подавлению террористов в Сирии, у меня сомнений никаких не вызывает. И президенты, когда они говорили о задачах активизации нашего сотрудничества в борьбе с ИГИЛ, имели в виду в том числе этот аспект. Мы будем готовы к такому разговору в любой момент и по линии Министерства обороны, и по линии специальных служб, разведок, и, конечно же, по линии дипломатических ведомств. В более широком плане не будем забывать, что ИГИЛ хозяйничает не только в Сирии, но и в Ираке. В Ираке с согласием Багдада работает возглавляемая американцами коалиция. Я не исключаю, что если будет интерес у иракских властей, то мы вполне в состоянии оказать им дополнительное содействие, как минимум по линии обмена разведданными, но и в других формах. Напомню, что в Багдаде существует четырехсторонний центр по этим вопросам с участием Ирака, Ирана, Сирии и Российской Федерации. Этот механизм вполне может быть задействован для более эффективной координации действий в борьбе с ИГИЛ с учетом того, что ИГИЛ есть и в Сирии, и в Ираке, и в других частях региона. Между прочим, информационный центр двусторонний российско-иорданский создан и в Аммане, и необходимость его более эффективного, скоординированного задействия в других усилиях обсуждалась в ходе недавнего визита короля Иордании Абдаллы II в Российскую Федерацию. Ну и, конечно, здесь встает вопрос о том, чтобы создать единый фронт борьбы с ИГИЛ, в отношении Сирии это будет означать признание того, что на земле наиболее дееспособной силой в борьбе с ИГИЛ является сирийская армия и те ополчения, которые сотрудничают с сирийской армией при поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации. И если те возможности, которые есть у наших американских партнеров, а это помимо военно-воздушных сил, еще и, все мы знаем, не будем делать из этого секрета, еще и спецназ целого ряда западных, в том числе стран на земле, если вот эти возможности можно было бы скоординировать и сирийского правительства, и всех тех, кто с ним сотрудничает, и возможности американской коалиции, которые были бы однозначно нацелены на борьбу с исламским государством и прочими террористами, как об этом говорит президент Трамп, я думаю, мы бы достигли очень серьезных, качественных, позитивных перемен в достижении антитеррористических целей. Что касается, да, идеи о создании на территории Сирии зон безопасности, то мы сейчас в ходе нашего диалога с американскими коллегами будем эту тему прояснять. Мы видим, что постановка этого вопроса отличается от тех идей, которые высказывались на предыдущих этапах сирийского кризиса, а именно идей, которые предполагали создание на сирийской территории некой площадки для того, чтобы туда посадить альтернативное правительство и использовать эту площадку как плацдарм для свержения режима. Это калька с событий, которые произошли в Ливии, где в районе Бенгази такая площадка для альтернативного правительства была организована, и потом использовалась как предлог для военного вторжения в нарушение решений Сайта безопасности ООН, для того, чтобы военной, грубой военной силой свергнуть режим Муаммара Каддафи. Как я понимаю, американская инициатива о создании зон, где могли бы мигранты чувствовать себя в безопасности, она нацелена именно на то, чтобы сделать какие-то шаги в контексте облегчения миграционного бремени на страны, которые окружают Сирию, другие страны региона, и на Европу, ну и в конечном счете на Соединенные Штаты. Если речь идет о том, чтобы те люди, которые вынуждены были оставить свои дома в результате вооруженного конфликта внутри Сирии, чтобы они могли на время, пока их жилища будут восстановлены, пока в их родных местах будет вновь налажена мирная жизнь, чтобы на этот период они могли где-то чувствовать себя в безопасности, получать элементарные услуги, чтобы их дети были в безопасности, могли где-то хотя бы частично получать доступ к услугам образования, то я думаю, что вместе с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев, вместе с другими структурами Международной организации по миграции можно было бы подумать о создании таких мест проживания внутренне перемещенных лиц на сирийской территории. Конечно же, это все потребует практического согласования деталей и самого принципа создания таких территорий с правительством Сирийской Арабской Республики. Так что у нас работа непочатый край и в чисто военном плане, и с точки зрения облегчения гуманитарных последствий нынешнего положения в Сирийской Арабской Республике, как я уже сказал, мы нацелены на конструктивную предметную работу с тем, чтобы максимально полно воплотить в практические договоренности тот очевидный интерес президентов России и Соединенных Штатов в том, что касается борьбы с исламским государством, и не просто борьбы, которая должна длиться вечно, а которая заключается в необходимости нанести сокрушительные поражения ИГИЛ и ему подобным. Уважаемые коллеги, позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо. 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 Спасибо.